Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, кто помнит Светлану с канала Морзобека Культурный 14 регион? Это Светлана, у которой онкология и которой Морзобек помогает. И она еще тогда спрашивала у него, ты до конца со мной? Какой бы расклад ни был, им Морзобек сказал, да, до конца. Тогда он и препараты купил, тогда он ей обещал, что и будет в последующем помогать. И вот я посмотрела сегодня очередную серию. И знаете, вот что-то мне как-то вся эта ситуация со здоровьем ее как-то напомнила ситуацию с Людмилой у Мансура. Потому что сегодня Светлана показала снимок и на снимке якобы там какое-то затемнение. И ей сказали, что это может быть и пневмония, и плеврит, и также может быть туберкулез. И как мне кажется, что вряд ли ей сделают допуск к операции. И возможно, что будет назначено какое-то лечение. Конечно, там Морзобек сказал про травы, то это, конечно, полная ерунда, какие там травы. Опять же, даже если там какая-то пневмония, пневмонию травами точно не вылечить. И то, что у нее может быть все, что угодно. И, ну, надо сдавать опять же ей и анализ, и действительно проходить фтизиатора. У Людмилы, видите, какая ситуация. Ее не берутся оперировать. И даже какие-то там манипуляции с наркозом. Потому что, ну, нужно лечить легкие. В общем, собственно, что сейчас и делает Людмила. И Светлана тоже. Она там пыталась объяснить, что да какая пневмония, там какой туберкулез. Что не может этого быть. Но снимок же показал. Тем более, что делали обширный снимок. Ой, конечно, ситуация сложная. И она еще тоже рассуждает, что вот зачем мне эти легкие, когда у меня онкология. Все в организме взаимосвязано. И понятное дело, что ей хочется побыстрее жить без боли. Но при каких-то воспалительных заболеваниях никто ее не положит на операционный стол. Конечно, мы будем следить за этой ситуацией, что и как. Но, блин, мне на самом деле так ее жалко. Она уже тоже устала. И как она этот металл ходит сдавать сегодня показывали. Тоже, как они с мерзобеком. Это ж надо эти банки собрать. Это надо их как-то прессовать. Потом тащить и сдавать. Это, конечно, ужас. Но она, представьте, вот она это делает. Она так живет. Она так зарабатывает себе на жизнь, на еду. И сегодня тоже прислала подписчица средства для того, чтобы мерзобек оплатил ей там свет. И чтобы ей подключили электричество. Потому что там огромная задолженность. И она, видите, она согласна жить без этого электричества. И якобы ничего не надо. Потому что ей и кушать хочется. И есть не за что, говорит. Проще там купить какие-то моющие средства. А то бардак ужасный. И что-то покушать, нежели платить за свет. Ну, в общем, заплатили и за свет. И мыломойку купили. И продукты купили. Она вообще безмерно рада. Она в шоке была, что кто-то ей прислал деньги заплатить за электричество. Потому что сумма там, конечно, большая. И, знаете, я заметила, что, скорее всего, да, Светлана ещё и так прилично-то покуривает. Потому что, если смотреть на её пальцы, всё это можно просечь и заметить. Они настолько жёлтые, что я вспоминаю пальцы своего дедушки. И они точно же такие же, как и у Светланы. Ну, и, скорее всего, конечно же, она не покупает себе нормальные сигареты. Возможно, что-то крутит, раз у неё такие обожжённые пальцы. Наверное, как Инночка от Доброделов. Там закрунтасы, или как они называются, закручивает. Когда там ей Андрюшка привозил табачок, она крутила. Не знаю, возможно, Светлана тоже там что-то закручивает, что у неё такие обожжённые пальцы. И, знаете, вот что Людмила, что Светлана, не знаю, имеют проблемы с лёгкими такие серьёзные. И у Людмилы вообще туберкулёз и такая там уже, и лечение такое токсическое. Нет, она не прекращает курить тут же и Светлана. Но нам в видеоролике же никто не говорил, что якобы Светлана там курит. Но всё же это показано. Стоит пепельница, лежат какие-то там сигареты. Плюс, понятное дело, что она курит, и подписчики это тоже давно заметили. Кто-то там вообще осуждает всё это дело, кто-то нет. Но, по сути, знаете, осудить легко, а послушать её жизнь, какая у неё жизнь, что она и мужа похоронила. И она страдала очень сильно после всего этого. И поэтому тут, знаете, тут и понять человека можно. Потому что ей так сколько пережить, сколько переживаний и страданий выпало на её, в общем-то, жизнь. И сейчас ещё и сама болеет. Тоже говорила, что звонила, пыталась узнать, или у неё онкология злокачественная или доброкачественная. Я, кстати, не знаю таких моментов, почему врачи не говорят. Возможно, не говорят по телефону. Возможно, они, ну, как бы как по телефону, когда они не знают, кому отвечают. Возможно, когда она придёт на приём, ей скажут. И я не знаю, как у нас, мне кажется, у нас об этом тоже, наверное, выборочно. В основном, может быть, родственникам как-то говорят. Короче, и вот таких моментов тоже не знаю. Но она довольно так оптимистично рассуждает, что, ну, какая разница, говорит. Ну, если у меня злокачественная, то нужно рассматривать, что жизнь теперь одним днём получается, вот, наслаждаться тем, что имею, осталось ли много там жить. Ну, а если не злокачественная, то можно даже строить планы. Ну, вот она как-то оптимистично рассуждает. Но кто знает, как она на самом деле среагирует, если ей скажут, что у неё злокачественная опухоль. Тут тоже сложно представить, потому что, ну, говорить, рассуждать можно одно. А как это она примет сердцем и психологически тоже, как бы, сложно понять. Вообще, на самом деле, мне её жалко. Хотя многие ей там, многие пишут и говорят якобы, что Светлана должна вот эти вот слова-паразиты своей речи убирать, там, что она, блин, блин, блин. Ой, ребят, ну кто как привык уже цепляться к словам. У меня тоже достаточно много таких слов есть, которые мне хочется тоже вычеркнуть даже из своих обзоров, когда я говорю, у меня лишних слов полным-полно. Стараешься, да, выбросить что-то, но не всегда получается. А что тут говорить о простом обычном человеке, которая, как бы, просто рассказывает, и она не пытается так вот собраться и перед камерой что-то говорить, и срочно отбросить все слова, и особенно это слово, блин. Но она привыкла говорить. Поэтому какая она есть, такая и есть. В общем, будем продолжать следить за этой историей. И дай бог, чтобы у неё действительно с лёгкими не было ничего серьёзного, и чтобы её прооперировали. Но, видите, что-то мне вот подсказывает, что история как-то схожа с историей Людмилы. В общем, я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Желаю каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, добра, любви, понимания. Ну, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.